Уважаемый Элен Робертович, я искренне рада приветствовать вас, членов вашей представительной делегации парламента Республики Армения в Москве, Совете Федерации, Верхней Палате Федерального Собрания. Мы с вами недавно виделись на всемирной встрече спикеров, на коротке переговорили. Я благодарю вас, что вы откликнулись на наше приглашение. Приехали теперь уже с рабочим визитом в Россию. Ценим, что ваш такой визит как спикера парламента в Россию первый. Это подтверждает наше взаимное стремление, намерение укреплять российско-армянские связи, укреплять сотрудничество между парламентами России и Армении. Мы вам подготовили такую напряженную программу. Знаю, что сегодня прошла очень конструктивная встреча с министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым. Предстоит встреча с председателем Нижней Палаты Вячеславовичем Володиным. У вас в планах, что правильно встретиться с армянской диаспорой. Думаю, что в ходе наших переговоров и состоявшихся, и сегодняшних, и будущих, которые предстоят, нам удастся обсудить весь комплекс отношений между нашими странами, которые носят исторический дружеский характер, стратегический характер. И, безусловно, роль парламента в этом очень высока. Парламентское измерение, особенно в нынешнее турбулентное время, приобретает такое особое звучание. Хочу подчеркнуть, что мы удовлетворены тем, как ранее работала наша комиссия межпарламентская между Советом Федерации и Национальным собранием Республики Армения. Она работала очень результативно. Нам удалось решать многие вопросы, снимать острые вопросы, двигаться вперед. Понятно, что пандемия несколько изменила формат регулярных наших встреч. Тем не менее, проходили контакты в режиме видеоконференций. Безусловно, они не заменяют живого общения. Поэтому пандемия, к сожалению, не уходит. Думаю, что мы будем определенное время, так мягко скажу, с ней жить. Поэтому это не должно ни в коей мере влиять на результаты нашего сотрудничества. В следующем году мы будем совместно отмечать 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Арменией. По линии парламента, МИДа в наших странах готовятся мероприятия к этой дате. Важно, чтобы мы их обсудили вместе, синхронизировали как-то, обменялись выставками, поздравительными телеграммами, провели ряд мероприятий. Я поручу Юрия Леонидовича Воробьеву, он уже этим занимается, как сопредседателю нашей парламентской комиссии, представителю комитета по международным делам Григорию Байщу Карасину, и, естественно, Константину Ощичу в контакте с коллегами подготовить такой совместный план мероприятий, что было бы полезно отметить такую все-таки знаковую, я бы сказал, в какой-то мере эпохальную дату. Тон нашему взаимодействию задают руководители наших стран, президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Никол Ваваевич Пашинян. Уже в этом году провели три личные встречи, 14 телефонных переговоров. Готовится в ближайшее время новая личная встреча. Это очень важно, что такие интенсивные контакты, они, еще раз подчеркну, задают тон всему комплексу российско-армянских отношений, и экономических, и гуманитарных, и в сфере здравоохранения, образования, культуры, практически и политических вопросов, практически во всех сферах. Прежде чем вам передать слово, уважаемая Алина Робертовича, хотела бы вновь, я вам направляла письменное поздравление теперь лично, поздравить вас с 30-летием провозглашения независимости Республики Армения, которое отмечалось 21 сентября. Это также знаковая дата для государственности Армении. Хочу еще раз вас всех, уважаемые коллеги, друзья, сердечно поприветствовать и передать вам слово. Спасибо большое, уважаемая Валентина Ивановна, за приглашение, за эту встречу. Как вы правильно отметили, это моя первая зарубежная поездка, и считаю, что так и должно было быть, как союзнические наши отношения идут только в положительном направлении. Наши основные работы тоже должны быть в этом направлении. Я хочу вас поздравить с проведением парламентских выборов. Наши наблюдатели тоже участвовали на выборах в роли наблюдателей, и отметили, была очень высокая оценка, было очень интересно наблюдать за этим электронным голосованием. Это очень интересный опыт. Думаю, что учитывая и пандемию, и развивающий мир, мы постепенно будем все переходить на такой вид голосования. Хочу сказать, что новый парламент уже практически сформировал все свои комитеты, в том числе и парламентскую комиссию между Арменией и Россией. Я хочу представить нового руководителя с армянской стороны, Аршакяна Хакопа-Врежевича, вице-спикер парламента Армении. Я надеюсь, что я с некой завистью отношусь к нему, потому что я с удовольствием работал, и буду продолжать работать с Юрием Леонидовичем, если он не будет против, конечно. Я надеюсь, что у них тоже будут складываться такие же теплые отношения, как у меня с Юрием Леонидовичем. Хочу также вас заверить, что мы будем продолжать наши взаимодействия, наши работы на всех парламентских платформах, на международных полях, и считаю, что в последнее время наша работа только может удостоиться положительной оценки. Также хочу вас еще раз пригласить в нашу страну, потому что намечался ваш визит в начале 2020 года, но, к сожалению, из-за пандемии он не состоялся. Мы, Валентина Ивановна, честно, вас заждались у нас в стране, так что, думаю, нам уже надо как-то этот визит уже организовать.